Всем привет! Продолжаем гулять по Германии, город Бремен. Вот хочу это место такое показать, называется поливательный камень. А место это связано с одной женщиной. Назвали ее Геше Гофрид. Она родилась в 1785 году. Выдали замуж за нелюбимого мужчину, который пил, гулял, еще болел различными нехорошими болезнями. Ну вот местку женщина решила завести роман. А как уйти в новую семью? Ну а как? Надо травить кого-нибудь. Так вот она решила избавиться от супруга и траванула его крысиным ядом. А чтобы это походило на несчастный случай, подсыпала яду и всем окружающим. Родителям, детям, ну и так далее. В результате любовник почувствовал, раздумал жениться, хотя обещал. Но Геше умная была женщина. Хотела, видимо, наследство получить. Настояла, обвенчалась с ним, когда тот уже находился на предсмертном ложе. Еще раз подсыпала ему крысиным ядом. Ну такая женщина была хорошая, видимо. В результате она умертвила 7 членов своей семьи, 15 соседей, ну очень много людей. Когда об этом признали, ее отправили в тюрьму. Она там призналась, видимо, под пытками. И вот в 1831 году на этой площади собралось много горожан, которые отрубили ее голову, заспиртовали, чтобы показывать все ему говорят, вот так, как вот эта женщина, делать нельзя. Твоя будет вот такое. Но вот, что самое интересное, когда ей рубили голову, голова упала, упала именно этот камень. И вот сейчас уже в течение очень много-премного-премного-премного лет все проходящие плюют на этот камень для того, чтобы выразить свое отношение к этой женщине. Вот, собственно говоря, и все. Может не очень эстетичное место, но тем не менее. Все, всем пока, всем привет, пока. До свидания. Это был поливательный камень в бремени.